Я начну с того, что в Казахстане, когда Дима женился, я стала уходить к себе в профильную. Пускай она сама командует, чтобы не хамили было. Я в понедельник жила в профильной. Однажды стою я на профиле, на разделке просила, и мне откровенно, ты должна, говорит, оставить детей и дом, прийти на постоянную жительницу сюда. Вот был такой яркий счет. Когда я это еще закончила, я встала на моление, попросила и взяла Евангелие, и говорю, Господи, по-моему, Евангелие я взяла. И говорю, кто мне это открыл? Когда я открываю Евангелие, читаю, а ангел приготовил путь. Я сказала, Диме говорит, Дима, я перейду совсем в жительство. Он говорит, мама, не надо, ты нам нужна. Я к Марине подошла. Марина, я тебе, я вам узнаю, она молчит. Я за трех раз ей сказала, она так мне ничего не ответила, ни до него. Я тогда встаю и говорю, молчи, Аня, знак согласия. И я тогда встала постепенно еще уходить. Когда я ушла, я там три недели была. Каждое воскресенье Дима приходит, плачет, мама, верни. Тоска, не могу. Этот уже грешок вошел в его, да, в его тоску, что мать нужна. Это не Божия, да. Он вторую неделю опять приходит в церковь, плачет. Просто со слезами просит. Я не ворачиваюсь. И вот на третьей неделе он пришел и просил у людей, поговорить с ней, пусть она вернется. Представь себе, это тяжкий грех мой. Да. И что? И я тогда вижу сон. Река большая, Дима стоит по поясе в воде, а эту лодку подогнал ко мне, за мной. И я выхожу, это сон. Выхожу, а у меня на руках младенец, мальчик. И прежде чем он сесть, я этому мальчику, сразу, я только раздеваюсь, он прыг, а дескать мне. До трех раз я его вставила, и он прыгнул. Но я и так роснулась. Не разумила я этот сон. Это сам Господь мне дал, чтобы не ворачиваться. Не ворачиваться. Но я на его слезы, я вернулась. Когда я там вернулась, а Богу-то не угодно было. А Марина раз и ворыш к маме Лены. Они нашли там домик. И так все это Богу надо было, что мы не должны. Она дала обед замуж не выходить. Я нарушитель, и она нарушитель. И я ей сына. Представь себе, это у меня было запрение. Я забыла, что она дала обед замуж не выходить. Вот. Это все в сутку у нее. А когда она у Кати жила... У матери? У матери. Да, ушла, когда она от Ены убежала. То есть от приемной матери? Ушла от Кати. Которая родила ее? Да, да. Там они, год и восемь месяцев она там была у них. И она там буш делала. Она не смогла это. А Кате, как, они даже мясо не кушали. Кате вснесла по Богу все. А ей было... Это... Малинки. Она ко мне прибегала. И вот мы в храме стоим. Я от нее уже стала изнательно убегать. Мне стыдно даже от Кати, что она от матери убежит. Она говорит, она ко мне. А у меня два сына. Она англичанка. Я вот это вот, она говорит. Она, ребята, бежит ко мне. Я в друг раз раньше иду, чтобы она меня не видела. А Катя уже... И она говорит, выскочит и смотрит тебя. А Катя говорит, она вон той дорогой пошла. Догоняет меня. Ага. Я ей говорю, зачем ты бежишь? Зачем? Она говорит, если я у тебя не побуду, я приду, я у нее буш сотворю там. Маринка так мне кричала. Она говорит, дочка мне, мы покушаем, все. И она тогда уходит туда. Вот. Ну и что? И что такого это? А Катя... Там она все фигург сделала. И вот однажды Катя собрала ее вещи, все в чемодан и приносит, говорит, на твою Марину. Вот. И она пришла. Она у меня неделю жила. А я тогда подумала, может быть, ее это, поженить это? Надине. Но я еще тогда не это. Забыла, что она дала обед-то. Вот. Что она это. А был у нее такой это. Я веру в Евангель. По Евангелию нет, нет. Апостол так, апостол нахоте отвечает, что это не должно быть. Нет. И все. Я тогда все налила. А как? Куда я ее? Я тогда ей говорю, Марина, встань. Сегодня суббота. Встань за вечером на моление, попроси Господу Бога. Куда тебя отвезти? Или ты уборись, или обратно в качель. Что тебе доходит, Той? Игнат Тихонович, как она помолилась? Не знаю. Она проснулась и мне до скорбы. Захожу я в помещение. Стоят две чаши. Одна поменьше, а другая повыше. Ага. Я достаю и смотрю, какую взять. И взяла, которая повыше. Когда она взяла, а там написано Лена. Это вориш. Я тогда, в воскресенье, после службы. Я ее отвожу. Вориш. Приехал. И говорю, нужна вам? Она тихонько сбежала в них. Бедность изготванных нас. А Лена залила свой отец за мной и говорит. Я ведь уже скоро два года. У меня глаза не всыхают. Я плачу. Телевизор смотрю. Там приемного взяли сына. Женили. Там приемную девочку взяли. Замуж отдали. А у меня ведь сбежала. И плачет. И она его взяла. Когда она ее возьми, она у нее немножко... Они уже купили сухую дом. И она... Там брак у нее. Там ремонт делает. Она взяла ее и сухую туда отправила. Вот мы ее оттуда сухую привезли. А там шефон рядом. А в шефоне моя дочка там умерла. И мы с Димой должны поехать на родительские... Это... Туда. В дочке. А там рядом это сухой. И она мне пишет письмо. От Тупы. Я, говорит, у вас жила неделю. Как мне было хорошо. И мы бы с Димой поженились. И знаете, в ночах нерадумия обрадовалась. Дима за в отпуск. Все. Вот. Я говорю, поедем туда. Вот. Видите? А, мне же забыло, что... Этого нельзя. Я не это. Я вернулась. Я нарушитель. Ивангел брала. Я нарушитель. Там нельзя было это. Нет. Вот. Это у меня все было закрыто. Я обрадовалась. Нет. И я нарушитель. И мы тогда с Димой поехали, вот так, в дочке туда. Когда мы приехали, так вот это... Вот там какая была чудо. Искали, где ее похоронили. Мы там, когда ее хоронили, мало было людей, а это много-много там. И не знали, ходили, ходили, потом вышли, а Дима говорит, «Мам, давайте в один сторону, а я в другую сторону. Кто вперед выйдет, чтобы тут стояла. Если я буду тебя ждать». И когда я пошла в одну, он нашел в другую сторону. Когда он пошел, ему явился старичок и говорит, «Что блуждали? Кого ты ищешь?» Диме говорит. А Дима говорит, «Вот приехали к сестерке, не можем найти». А он ему показывает, «Сидите у тюняковых». Она мне писала, «Мама, мы хотели, ходим в церковь, я светить у тюняковых, светечку ставлю». Вот эта свечка, она светила. И он ему разъяснил, и он вышел и меня ждет. И мы туда пошли, мы нашли. И я говорю, «Как, все-таки, ходьбой делаю». Ну ладно. А там мы уже все это сделали. И на троле, там три часа мы уже с упоминь. Приехали вот. И я тут стала говорить что-то. Диме нет ни в какую. «Нет, мама, я не буду жениться». Вот. Она стоит и говорит, «Матушка Серафина, а у тебя есть новость цель?» «Вот как, как вот все это грех, кто тяжеет наш, и нас соединит?» А я говорю, «Ой, правильно». Ну а он обдумал, наверное, и потом согласился. Это мы обвали с ней нарушителей, потому что Господь не дает нам вместе жить-то. Она раз и борется туда-сюда. А я вот ее взяла. Ну и теперь что? Когда мы тут остались все это одни-то. А я же нарушитель, и она нарушитель. Господь мне болезнь эту дал. А чего? Потому что вот уже к концу у меня идет дело. А я не раскаяния. Я забыла то, что если ушла, брось это, вернулась это. А ты потом мне скажешь. Ты, говорит, вернулась? Как это? Когда ты, говорит, ушла, то, говорит, ты вырвнула блевотину. А когда, говорит, ты вернулась туда-обратно, ты ее проглотила. Вот она у меня была на шее, эта бревотинь-то вот и шла. Вот все, все как… Сейчас вот живая история, вот это у меня это. Ну, слава Богу, Господь закрывает, что все это идет так. Теперь, когда я на меня вот вернулась, и когда уж они ушли, все массали вдвоем. Лежу я, сплю. И чувствую, что это человек у меня за спиной. Я вольны-то протяни вот так вот руку, да? А там лохматывая. Вот песо такое лежит. Вот к кому я вернулась, да? А он лежит у меня. Это живая история у меня, Игнарчик. Да. Оно тут лежит. И что-то я и не напугалась, ничего. И все, и я опять с молитвой, и я ушнула. А теперь вот, когда вот это вот случилось… Да. Это… Ну, уже операцию мне сделали все, она уже закрылась у меня все. Да. Вижу, что… Вижу, что… Вот это… Недавно вот тут… А… Три недели прошло. Вижу, что… Иду я в врачу. В больницу. Захожу в помещение. Стоит врач на высоте. Женщина. Медсестра стоит рядом с ним. А когда я зашла в помещение, встала на виду. Сестричка раз, и со мной рядом встала. Эта женщина объявляет, как можно, говорит, исцелиться с недугиной болезни. Нужно читать вот какие-то молитвы. Вот так говорит. А я упорю. И псалмы, и все, все на мне так, все таки рассказывает. И говорит, молиться за сына надо. Вот видишь как, какой сон-то как. Это откровение. Да. А я застаю, да говорю, а я их не знаю. Она говорит, а я тебе их дам. Сестричка стоит мне по руке. Дадим, дадим. На этом открываю глаза. Открыла я глаза. Это уже день. Уже все. Я пришла к батюшке. Вот это все мы рассказываем. А он говорит, это тебе ведь Матерь Божия дает, что нужно читать. Она через батюшкины уста дала, что ты ведь читай, а как есть Матерь Божия с тем скопящей радости. Да. Встал я читать, потом он мне дал покаяние читать. Веди, говорит, по силе и возможности веди. Три недели я вот тут уже веду это, да. И что? Было по пятницу. Я правила все свои сделала. Время уже первый час ночи. Я уснула. Сколько я проспала, я не знаю. Но я когда открыла глаза, я не сильно в глубоком сне была. Я, наверное, только заснула. Я открыла глаза. Когда я открываю глаза, я вижу человека. Стоит мужчина. Вот так вот. Вот моя ложа. А он вот так стоит. И я его гляну. Ты представь, я уже глазами вижу. А везде темно. А он, а он вроде бы как... Вроде я его вижу, все вот так. Он стоит задом. Да. Я тогда возьми за глаза и прикрой. Прикрыла глаза, полежала немножко. Гляжу, он опять стоит. Я тогда уже закрыла глаза с молитвой. И я тут уснула. Когда я уснула, я все утром проснулась. И встала я на моление и прошу Господа Бога. Что дозначает этот человек? Это мой грех. Господь показал моего греха. Но он уже не к тебе, а он уже отвернулся к тебе. Но он стоит. Он не уходит. Может он вернулся. Если я что-нибудь не выполню, что батюшка мне дал, он может подвинуться же. Да? Вот я прошу тебя, помолись. Что тебя троит вот это все вот? Да. Я должен узнать. Вопрос только. Вопрос задать. Как Марина давала ответ? Где? Вот так она. У Кати, где Ларисия, там сестра Катина. Матерь физиологическая. Вот. А Маринка там и у Лены жила. У Лены это приемная мать была. Да, да. Вот. А когда ее Катя уже хочет забрать, они уже приехали туда и ей уже она должна уйти. И Маринка согласна уже с матерью. А мать уже явилась, что мать у нее родная. Это не родная мать. И она решила к ней. И вот она сама рассказывала. И вот говорит, мама там стоит, говорит, ждет меня. А мне выйти. Она вещи уже, Маринка, собрала. Все забрать. А мать, Лена, взяла с соседями и сидит у дверей. А я с мужиком. Я, говорит, я не могу выйти. И так она все собрала. А с отцом она, говорит, я ему раз, два, три раз подошла. Я поцеловаю, поцелую, поцелую. И уйти. И все. Гляну. Мама сидит с соседями. И она тогда ушла. Ну а Лена видит, она пошла, пошла. Что? Может куда-нибудь. И она сразу же Кате. И Катя ее, это, привезла. Вот не знаю, где она у сестре она дала обед. Или Кате ее домой привезла. Она объяснила свои грехи. Объяснила Маринка. А Кате ей сказала, встань перед обрадами и скажи Господу Богу свои грехи. И она, говорит, я стояла и сказала, я замуж не выйду. Дала век. Она мне это все, когда она ко мне бегала с храма, приходила, она мне здесь свой грех раскрыла. И я, говорит, дала век. А чем это вызвано было, что нужно было обед давать? А? С чем это вызвано, что она вынуждена была обед давать? Зачем он нужен, это обед был? С чего ради обед-то давать? Какая беда была еще? Ну я тебе скажу. У Лены был приемный сын. Она вышла замуж за приемным сыном. Вот. И они вот с этим сыном 4 года с ним жила. Вот за какой грех она дала. Да-ка, почему тут Марина-то? А? Марина жила? Да, я тебе говорю. Ну и теперь-то какое отношение? Грех был сделан. А зачем обед-то давать? Ну вот так вот. Как вот я обед не разумею Володе давала? В Володе ходил в церковь, все. Вот. Это мой грех сейчас, что он с Володей в узах. Он все делает правильно дома. Он не объедается. Он все с каждым выполняет. Он за мной ходит, как за малым ребенком. У него дела хорошие. Но он не может обратиться к Господу Богу. Это только мой обед. Я ему тоже сказала. Он учился в технику. Вот. Сдал и сдал. Все уже. Все. Экзамены. Пройдет или не пройдет. А вот я ему говорю. Володя, я-то молюсь и все. Говорю, дай Господу Богу. А он уже нам три недели не был в церкви. То экзамены будет. Он тут сел и все. Говорю, что это. Как, если ты прошел, это, это, прошел, ты зачислили. Ты сразу пойдешь на покаяние все вот так вот. Вот ему вот возьмется. Кто-то скажи. Он стал перед бородами. И так вот эти мои слова и скажи. Это не разумие наше, Игнар Тихонович. Это не разумие. Вот как сказано. Мать может говорить. Садовый ночь своими словами. Моей ночь. И может загнать. А вот наши, вот что она, то я. Она мне же поделилась. Она мне сказала, что я с ним жила четыре лета. Вот это. Ну ладно, жила это прошлое. А обед-то при чем? Какой? Что обедом заглаждается грехами? А как? Если я обед дала, то я должна его выкунуть до конца. Теперь обед. Ты посмотри со священником. Не просто сказала. А обед как-то чем-то подтверждается. В присутствии кого-то там священника или как. Обед это не просто я сказал. Это сложнее намного. Это не разумия. Это наше не разумие. Я прям тебе говорю, это не разумие мое. Как он говорит, какие добрые дела. Ну не может что-то быть. Он гузак сейчас. Есть такая молитва. Я эту молитву читаю. Я это уже на эти вопросы отвечал не один раз. Мне легко отвечать. Ян Косян говорит так. Если ты видел крест, это сон от Бога. Если крест ты не видел, креста, распятие Христовое, то три варианта. Может быть от Бога, может быть от дьявола, а может от забот и переедания. Ну вот он делает что-то про сон. Он говорит, это ведь Матерь Божия тебе дала. Какие молитвы? Не знаю. А? А вот я вот читаю. Не знаю. На каком основании он это сказал? На каком основании он сказал, что Матерь Божия дала? У меня откровения такого никогда не было. Но она видишь стоит и Божьи слова говорит. Ну и что? Каким можешь прочиститься вот это? Хорошо. Дьявол подошел ко Христу и Божьи слова, живые помощи считает. Дьявол считает живые помощи. На руках понесут, а не припешившись, а камень ногоет по ею. Это еще не говорит о том, что это от Бога сон. Но что за человек? Я же это не в сон, а я на его вижу, он стоит. Да. Я отвечаю. Я, Костян, отвечаю. Не прилагай сердце ко снам. На исповеди священник исповедует, не веришь ли снам. Верить снам – это грешно. А если сон видел, ты крест, и тогда его не толкуй сам, а найди духовного человека, духовника и расскажи ему. И тогда Господь помолит и все, может быть, ответит. И все это решается перед Богом. А не так, что я увидел сон – это от Бога. Мы что угодно можем увидеть. Не надо торопиться. Я же прошу Господь открою. Кто этот закон? А вот так мне мысли. Это грех. Это твой грех. Что если этот? Вот. Но он задумся. А если кто-нибудь, он может и вернуться. Не верь, не верь снам. Верить снам – это все равно, что обнимать тень, Серахов говорит. Нам Библия об этом говорит. Не верь снам. Ибо они многих вели в заблуждение. Ну ладно. Вот теперь сейчас я вот прикрест. Прикрест, прикрест, говорит. Одна вернеза сон. Идут река. Большая река. Да. Я стояла, стояла. И пошла вот тут по реке. Дошла на половину реке. И стою. Вот с этой течением воды плывет крест распятия. Так сильно. В шести страны найдено распятие. Волны толстые такие вот большие. И они вот так вот. А я стою и не то что говорю, а кричу. Люди, люди, посмотрите, как крест распятия плывет. И сразу я вот так сказала. Вот. Как это. Крест распятия плывет. И я открыла глаза. Открыла глаза. Села я на это. Встала. На лодочке. Сижу. Осенила себе крестным знаменем. Да. Иисусу молитву. И говорю. Господи. Открыл. Что это обозначает? Через несколько время я получаю тайные слова. Вот. Веришь, не веришь. Иисус. Вес распятия. Уберем по течению воды. Это как мы должны идти. И так кричала. Люди. Люди. Посмотрите, как крест распять может. А волны это люди. Они. Веришь. Мы бьем. Христа. Идем. Навстречу. Как ты с этим слов? Очень просто. Тоже это делаешь? Нет. А крест я сказал. Если крест видел. Это от Бога. На сто процентов. Потому что дьявол может показать образ Божией Матери. Может Христа показать. А на крест у него материала нет. И я и кричала. Посмотрите, как. Теперь толковать. Толковать как? Ты кричала. Это твое благовестие. А волны это разные. Это искушение. Которое к тебе приходит. Может через лживые сны. Сатана искушает. А ты не бойся. Крест Христов. Защита. Это не просто крест. А распятый Иисус Христос на кресте. Крест и пустая деревяшка. А распятый на нем Христос. И ты о нем говоришь. И волны мира заливают волны. Действительно. Это искушение через народы приходит. Это люди. Это люди. Ничего. Ничего тут такого нет. Воды, которые ты видел. Суть народа и племена. Это толкование дает Библия. Мышечки. Мы должны идти как по течению воды и как шоу. Вот. Вот ответ. Ответ прямо в описании нам дает. Ничего тут такого нету. Чтоб ты бодрствовала. Болилась и... Ну и идет. Значит тут человек стоял. Ничего нету. Просто спал. Я его не напугал. Я в шаре только так же был. Я ничего не видел. И вдруг как... Вот так вот. Я только лег спать. А у меня стучит кто-то. Я понял, что это ангел меня будет на молитву. Я встал и стал молиться. Да. Он стучит на него. Стучит. А мне в окошку. И в окошку. Он так только лег. И притом однажды я засчитывал жития святых. Исаакия Печерского. А мы на первом этаже живем. И вот так вот. А она говорит. Кто-то стучится. Ну мы подумали. Время 12 ночи уже. Я решил открыть. Квартиру выйдет. А свет намело перед окном. Нигде следа никакого нету. Нету следа никакого. А так искушение от сатаны было ему. Как сатана у него веру отнял. Он думал это Христос. Он наявился. Как Христос. Он поклонился. А там куриные ножки. И они стали играть Исааки. Бросать как мячик. Когда играют. Братья утром пришли. Исаакий благословен. Он полумертвый лежит. И он целый год не умел ножку держать. Как? Это. Я от этого искушение считаю. Задал обновление. Мне в окно и дает знать. Смотри. Ты против меня идешь? Ну ты согласен что я нарушитель? А? Не знаю. Не могу за счет соглашать себя буду. Я не знаю. Мне не открыто. Если тебе нарушитель не убивай себя. Ты молишься. Прощищаешься. Ходишь на испырь. И мы считаем молитву. Прости мои грехи. Ведень и неведень. Не мучай себя. Нет. Нет. А вот это так как? Я уже его каждый день и я не согласен. Он посчиталась? Да. Себя не убивай. Если время есть посчитай. Нет разделе его может быть на счастье. Как вам по силам? Ну он так и сказал. Вот так вот. Видишь? Он сказал, ребята, на покаяние. На испырье. На испырье. Да. По силам возможности. А Матерь Божий, ведь ты должна читать. Все тогда все равно. Ты знаешь когда я стала его читать? Да. Успокойся. Не убивай себя. Излишняя печать наводит отчаяние. А это от сатаны. Нил Сенальский говорит. Согрешить это дело человеческое. То есть склонны. А отчаиваться это дело сатаническое. Я не отчаиваюсь. Если я рада. Ты уже близка к этому. Поправить нельзя. Я тебе дам. Я тебе дам. Я тебе дам. Поэтому Марина. Марина живет. Помечались. Дети. Тебе Машенька нравится. Вася нравится. Господь показывает детям благословение. Успокой себя. Марина. Марина. Она ты приехала сюда. Она баба я ради тебя приехала. Ради тебя. Это слова. Это слова были. А ты баба она не смогла. Баба я тебя и не смогу. Я ее поплакала слицетной. Просила ради Христа. Ну хоть останься летом. Я тебе помогаю. Ты как она. Она очень рабочая. Она мне все так помогает. Все хорошо. Но останься. Я у меня слабость боюсь. И она говорит. Баба я не есть могу здесь. Я бы сказал. Почему она не осталась. Почему она не осталась. А? Овощи нет. Сняла овощи. Тут намного больше. А? Почему она не осталась. Я то знаю. Почему она не осталась. Ну что скажи. Да я зачем тебе это говорю. А как. Ну-ка скажи. Мне я. Я тебе еще открыла. Ну ладно. Ладно. От меня это не зависит. Это мне сказала мама ее. Мама. Марина. Так что. Причина не в этом. Не в волосах. А я тебе благодать успокаиваю. Нет. Успокойся. Никакого отношения ты к этому не имеешь. Это касается ее личной жизни. Какой? Личной ее жизни. Машей. Да. А батюшка тогда сказала. Ёгорь там друзья что-то. Ты ее вот не проси. Я пришла к батюшке. Батюшка поговори что ты с ней духовное. Он говорит я не буду говорить. Вот мы для нее хоть все чужие. Все чужие. Все чужие. Вот одно слово. Если бы я пришел одно слово только сказал. Одно слово. И она бы осталась. Я ключ знаю. А почему не сделал? А не сделал. Потому что я молюсь. Потому что нельзя ее отдавать. Вот. Она там самая глава. Ага. Она там глава. Этот начальник ну есть. Там вот это. Вася звонит. Говорит. Говорит. Там вот есть. Звонит этот начальник. Когда мать приедет. Когда мать приедет. Он ей все доверяет. А вот это. У него. Где бы корпус уже надо. Вот. А я ей говорю. Ты же уже работу потеряла. Ты я говорю. Билет уже потеряла. Все. А она говорит. Мне только приедет показаться. Мне сразу возьмут. Она там глава. Как они там улыбаются. Как она их приедет. Этих. Вот. Капканы раскрыты. Птичка залетела. Ну ты не мог это сделать. Я. Я тебе говорю то что знаю. Нельзя да. Нельзя. Нельзя ее оставлять да. Ее. Ее. Там нельзя оставить куда она поехала. Так вот. Я ей сказала. Ты. Ты. Приедешь. Не ворачивайся. Ты. Пойди сюда. Домой ты. Домой ты. Пойди. Работать. Вот. Больно будет тебе это. И батюшка. И батюшка ей сказал. Ты приехал сюда. Вот. Эта работа. Вас выше твоей работы. У нее знакомый. Очень хороший. Священник. Отец Роман Павлов. И старобрядцев. И у него на квартире живет женщина. Ну это уже дело прошлое. И она устроилась. Ей все ночами доверяют вечером. Наконец доверяют настолько, что вместе спят. И она остается. Девочка беременная. У него. Священнику говорят. Ты смотри. Ты смотри. А он ей подписывает дом. Квартиру. Она беременная. Законно. Нет никакого. Просто тот. Ну. Начальник. Приговорил. Секретарями. А не. Просто так-то. А он никак священник не верил. Это я из первого источника знаю. А ну еще. Вот так и у Маши. Как на марте будет? А другого нет выхода. Выход только один. Все это доверие. Которое доверяет. Это приблизить. А дальше. Снотворного. В чай. И она утром только прослется. И скажет. А что-то было или не было. А Бог. Вот так. Да. У меня. Близкие знакомые. Было. Одинаково везде. Это схема сатаны. Она не должна там быть дня даже. Не должна появляться. Вот я ей тоже так сказал. Ты идешь домой. Ты говорю. Да. Работать тебе. Я говорю. Боже будет. Богу. Я говорю. А ты. Внутренняя. Она чужая. Ну. Батюшка сказал. Да ладно. Мы. Вот у нее. Здесь все это живем. Да. И я тебя прошу. Не пройдя. Не пройдя. Она вот останется. Она всегда так будет мучить. Да. И тебя вот отойдет от Бога. Батюшка прозорливый. Он знает это. Так. Ты успокойся. Относительно прошлого. Что ты там где-то сказала. Ты на Исходе была. Прощищалась. Успокойся. И я вот когда к басе пришла вот так вот. И я тогда пришла. Мне было так радостно. О. И радостно еще. И я ее сам уже оставляю. Едя с Богом. И только говорю. Сюда мой ты пойди. А в эту работу не хочу. Я еще раз внимательно посмотрел на нее. Как она одета. Как была. Где до этого работала во Франции. И она была послана туда. И я решил. Слово это ей не говорить. Это будет только хуже. Вот так. Вон крыльте меня все равно. Ну ладно. Во славу Богу. Успокойся. Молись. Знаешь что. Христос говорит. Грехи ваши. Если будут как горы. За себя брошенную ты не вспомнил даже. Да. Все что было. Это все позади. Ты молилась. Просила Бога. Прищищалась. Успокойся. Ты прощенную. Зачем он стоит задом. А не надо. Не гони на это. Искушение. Он все время искушать будет. А где тебе говорить. Грехи Тараси. Есть такой. Патриарх Тараси. Он умирал. А место значит. А вот сзади спереди. Он говорит. Все вы лжете. Ничего этого не было. И ты ему ответ. Который сзади скажет. Все ты лжешь. Я. А мы на крови Христа. Он умер за меня. Да. Я очищен его. Отойди садана. Я тебе не принадлежу. Я принадлежу моему Господу. Христу. Он умер за меня. Ну в другой раз так я и говорю. Говорю так в другой раз. Ну спасите Господь. Слава Христа. Мы всегда были с тобой. Все. Нормально. Во славу Божьей. Не трогай. Не успокойся. Пошли. Ну а я думаю. Флешку куда? А куда? Выйди. Выйди меня. Пошла у Божьей. Пошла у Божьей. Пошла у Божьей. Пошла у Божьей.